добрый день еще раз всем меня зовут зори фай я преподаю фото журналистику на капель журналистике в государственном педагогическом университете я живу в Виннице, работаю в Виннице если как бы краткий какой-то там нужно рассказать о себе ну с 2002 года специально работал личным фотографом Петра Порошенко до какого времени как бы я не скажу потому что я знаю я как бы прекратил немножко раньше чем у меня запись трудовой книжки поэтому как бы это не принципиально в 2005 году помаранчево событий 4-5 года помаранчевой революции очень много часть фотографий которые известны в общем-то по книгам и по итоговым альманахом там есть как бы и мои фотографии события которые происходят происходили происходит у нас сейчас я не сниму и тоже как бы этот вопрос я не буду вам подробно рассказывать могу только сказать то что в 2004 году на конкурсе пресс-фото россия мне дали какой-то диплом после которого я для себя решил что я им подобный конкурсах тоже участвовать не будут это связано с тем что первое место в этом конкурсе заняла фотография под названием пробного разового использования и к сожалению немножко не нравится тенденция мировой фото журналистики которая пропагандирует концентрацию как бы внимание на очень таких вот сложных я бы стал критических моментах которые находятся за может уже даже где-то грани человечества поэтому я сегодня вам свои фотографии показывать тоже не буду особенно я не хочу тратить ваше драгоценное время специально категория такого я хочу поговорить конструктивно я думаю что наш с вами работа будет всем полезно и интересно да если кто-то все-таки захочет посмотреть если получилась небольшая интрига меня зовут еще раз горизонтали по имя в общем-то спасибо родителям получилось с фамилией уникальные поэтому если вы просто наберете в гугле вам все расскажет подробно на все социальные сети и так и не пейте сюда и так же можно будет все посмотреть сегодня я думал честно говоря что мы построим нашу беседу больше как бы немножко для фотографов я буду говорить о вещах которые вы и так все прекрасно знаете но я потом подумал что уже сегодня это звучало для кого не секрет что фотограф в современном мире это каждый первый это фактически каждый и речь даже не идет о том если у нас фотоаппарат или нет сейчас прекрасно новая тенденция современном обществе что все хочется задокументарировать все что происходит вокруг себя от начиная от самых простых как бы видов творчества названием сэлфи и кончая заканчивая действительно сложными выставочными экспонатами поэтому можно сказать что фотография теперь касается каждого что фотографа в общем-то каждый поэтому я буду говорить о простых вещах если кто-то знает но постараюсь чтобы это было вам не скучно какие фотографии уходят в историю навсегда это всегда вопрос мы можем освещать да я не я прекрасно помню что тема сегодняшней нашей встречи это освещение конфликтов я буду говорить именно об этом я буду говорить о другом я буду говорить о языке коммуникации есть фотограф этого мало что просто нажать на кнопку и что ты должен еще на самом деле многие из вас знаешь настоящая фотография это та которая не нужно ни одного слова которое вот ты на нее смотришь и она говорит сама за себя все чтобы такую фотографию создать я эта фотография она будет актуальна всегда это разрушенный дред 45-ом году нет нет несложная тоже я все что я сегодня так немножко приготовила все с интернетом все доступны мне интересны вот такие вот моменты почему например вот эта скульптура на крыше собора она стоит именно в этом месте в кадре почему она не просто так ну есть конечно простое правило что перед взглядом должно быть немножко больше воздуха чем позади иначе будет ощущение что он выходит из кадра если мы например его поставим сюда то как бы он будет убираться взглядом границу кадра это как бы не есть хорошо на самом деле здесь еще есть другие вещи вот об этом как раз я хочу сегодня поговорить начнем вот с чего что репортерская фотография или она художественная или это произведение искусство которое выражена через фотографию она ущербно мы должны с этим все сами смириться мы никуда от этого не денемся она ущербно по сравнению например с другими видами искусств например фотография не развивается в объем а на двухмерном у нее есть две оси координат x и все увы мы на этом мы приехали в живописи та же самая проблема две оси координат о вот тут начинается самое интересное мы же должны как-то научиться передавать объем мы же должны как-то сделать так чтобы зритель если у нас если мы не мыслим понятием зритель мы вообще можем не брать в руки фотоаппарат потому что всегда когда мы нажимаем на кнопку это рассчитано на то что кто-то на это посмотрит я даже больше всегда говорю своих студентов что то время которое еще зритель потратит на осмысление вашей картинки это и есть вообще время которое втиснуто в саму фотографию сам снимок это вторая ущербность фотографии она не развивается во времени если мы идем в кино или мы садимся служит симфонический концерт или мы в театре нам всегда как бы автор режиссер постановщик они нам обязательно дадут завязку кульминацию какую-то которая в каком-то месте находится правильно по времени начала и развязку они могут сдвигать могут дать какую-то сразу какую-то кульминацию и потом постепенно объяснять расшифровывать раскрывать какие-то многогранность своего сюжета у нас фотографии этого нет у нас фотографии вот нет объема фотографии и художники отсутствие объема решают по-разному художники могут рисовать они могут изменять перспективы они могут переставить вообще какие-то вот объекты на изображении фотограф не может разве что фотограф может использовать различные фокусные расстояния и из-за этого от этого и в связи с этим у него будет совершенно разные изображения я кстати вот простой примерчик тех у кого есть не совсем удобно вот смотрите портрет юноша все у кого есть мало мальский зум объективы прекрасно понимают о чем речь этот портрет снят на трех разных положениях зуму на широком угле на точке перехода прямого видения когда взгляд чем фотоаппарата видит когда фотоаппарат и точно так же взгляд человека и в классической портретной зоне если мы видим разницу между тремя этими портретами то тогда мы принципе можем брать руки фотоаппарат если нет если нет то наверно нет вот я буду немножко такие арки проводить у даже юля сегодня прекрасные вещи вот рассказывал вот но тот же портрет бойца который его же можно было бы например и вот так то есть мы вот эти вещи я буду говорить о кухне мне моральные все вот и такие моменты юля все достаточно емко обрисовала замечательно я буду с вами говорить о кухне мы можем сделать один и тот же портрет человека и он будет выглядеть вот так по-разному так чтобы не углубляться в подробности у кого есть там мало мальский там допустим зум объективы на каких-то фотоаппаратах даже на мыльнице я не говорю про там большие зеркальные дорогие вот правильнее всего портрет снять вот так чтобы вот так снять портрет надо максимально приблизить сумму и максимально сколько ножки позволяют отойти дальше почему потому что зубики и вообще появились относительно как бы поздно довольно поздно и они принесли с собой такое как бы мнимое удобство ты можешь стоять на месте и в общем-то и не подходить там где-то что-то происходит ты можешь это приблизить телевиком 5 десяток но есть одна интересная деталь между тем когда широкий угол съемки и когда приближение картинка будет отличаться чем когда широкий угол съемки зрителю такая картинка всегда очень интересно очень интересно почему он в нее может зайти вовнутрь зрительно он разглядывает не только достаточно много перед собой перспективу отлично видна перспектива видны мы можем предугадать расстояние между объектами в кадре это очень важно на широком угле это очень удобно но он почему он еще войдет в кадр он смотрит и под ноги он видит он как будто внутри картинки находится он может посмотреть даже и над головой он увидит вот это все такая картинка производится впечатление есть место проблем с ней те объекты которые стоят ближе к краю кадра они геометрически искажены 90 перспективы они вытянуты поэтому такие портреты например когда человек стоит праве они то есть самому человеку конструктивно она не нравится они человеку такое не нравится и если вы например занимаемся у нас вот тут начинается такой момент что мы кто мы как личности что мы хотим мы можем подать искаженную перспективу мы можем подать человека который изображен максимальным как бы вот таком благовидным что то я сказал говорил про широкий угол то когда речь идет о переходе через 50 миллиметров по-разному у разных фокусных систем по разному если мы говорим о переходе в зону теле зона приближения зона приближения она характерна тем что сплющена пространстве пространство сплющена мы не можем предугадать например на больших расстояниях сколько там между вот этого фонарного столба до следующего зона приближения она рассчитана как вот ну что ли скажем так художественная ее ценность в том чтобы как бы вырвать вырвать из контекста какой-то вот эмоцию яркое событие то что человек тебя не видит не знает например простой пример когда огромными телевиками снимаются спортивные события нам не надо все поле свечет нам нужно какую-то сцену саму и вот вот этот момент он как раз нам немножко сложно потому что передать перспективу передать вот этот объем в кадре в теле зоне практически ну очень сложно невозможно практически есть здесь есть свои очень такие момент вот средний портрет он как раз снят точки перехода то есть так это примерно как видит наш глаз и это как бы не совсем правильно такой маленький ответ что значит и портрет если уже мы снимаем как бы лечиться человек надо снимать начиная с 80 миллиметров фокусного расстояния у кого кроп-фактор это будет 50 примерно если накануне 50 если нам тоже 48 месяц потому что в браку фанта же надо объяснять я думаю что все понимают надо если может вам скучно мне трудно просто говорить когда еще если можно просто дело добровольно то наши вот в чем как бы в чем между ними разница они по фотографу подходил это был учебный материал фотограф подошел просто с разного расстояния и снял это на человека это мальчик то именно начиная с 80 миллиметров или с учетом вашего кроп-фактора если у кого кроп-фактор 50 средний 50 только тогда лицо человека будет лишено геометрических искажений до этого даже вот здесь мы можем увидеть скулу мы можем увидеть там ухо нос все что угодно очень большую роль играет еще . съем я даже кое-что кое-что так дальше нужно установить диалог между фотографом и зрителем как это сделать зрителю всегда интереснее конфликт как не крути зрителю не интересно равномерная фотография хотя я с этим боюсь 30 лет когда нельзя линию горизонта в пейзаже делить пополам кадр нельзя и все откройте любой форму нельзя а я делаю я считаю что можно если мне это нужно я считаю что можно потому что если линия горизонта проходит посредине кадра она дает равновесие между верхней и нижней половиной она дает состояние покоя она дает умиротворение равно как и между правой и левой половиной кадра то же самое но это похоже зрителю в первую очередь интересен конфликт чтобы чтобы конфликт создать есть ряд совсем несложных ухищений и попозже мы поймем что многие картинки я буду показывать военные картинки времен 2 мировой войны они вот как ни странно корреспонденты того времени они это знали они на соблюдали их это мучили сейчас этому учат художественных школах только фотографы это не уделяет этому внимание у нас как раз на этом проекте который выставка в соседнем зале висит проекте national geographic у нас как раз с тренерами американцами в этом по этому поводу были все время какие-то вот такие вот шероховатости потому что и они учили в принципе правильно многие из участников взяли фотограф первые в руки и задача была составить максимально короткие сроки научить два-три дня вперед в полях искрометная картинка они учили главный сюжет увидеть и передать а я всегда говорю что человек который видит главное что он хочет это такой любитель это главное что его отличает от профессионалов потому что профессионал видит все что проходит в рамочку видоискателя полностью все как мамаша сфотографирует своего ребенка в песочнице потом смотрит картину а там мусор песочница которая нарисовала какую-то свою геометрическую ранку там коляски проезжающие урны что угодно там троллейбусы где тут ребенок непонятно фотоаппарат эта машина она не может а у нее нет акцентного видения акцентное видение есть только у человека да какое техническое средство у нас здесь помогает нам это диафрагма конечно диафрагма это специальный инструмент который нам помогает сакцентировать внимание зрителя на чем-то и что-то увести из основного его внимания то что мы фотографы считаем неважным причем это может быть как главный объект у объект фокусе так и например второстепенный грубо говоря там человека машут рукой фокус на руке человек возьмет мы все равно его видим кадр и диафрагмы мы таким образом как бы управляем управляем тем куда мы хотим чтобы зритель на картинке посмотрел вообще многие начинающие фотографы теряется от того что надо съемка надо надо что-то снять и ты начинаешь ломать голову а тут что как бы о чем речь идет о выдержке для диафрагмы что поставить а какой парами а какой режим приоритетов приоритет выдержки или приоритет диафрагмы и приходится рассказывать такие вещи что на самом деле ведь они же делают одно и то же общее дело выдержки диафрагма имеет одинаковую механическую природу представляет из себя непрозрачные шторки и светом из туда носители матрицы пленки но задачи у них как бы разные упрощенные какие-то конструкциях она все совмещено в один но задачи у них разные в том плане что диафрагма это акцентное видение выдержка это все то что мы должны снимать движущиеся все то что где есть очень короткое время я почему об этом говорю что репорт фоторепортер может пользоваться одним программным режимом фотоаппарат и на всех моделях фотоаппаратов есть понятие с 3 программ 6 10 секунд у вас есть возможность колесиком поменять их по пару если мы мыслим если мы понимаем что нам сейчас важно вот этот человек мы хотим сконцентрировать на нем внимание мы колесиком открыли диафрагму размыли заднюю и вы точно так же человек побежал мы можем опять тем же колесиком посмотреть какие у нас параметры выдержки сделать этого быстро очень оперативно для репортера фактически других режимов как бы идут не нужно хотя конечно правильнее всего в приоритете выдержки или или там кто привык мануал возвращаясь конфликта так вот зрителю интересен конфликт чтобы этот конфликт передать простые средства это поставить какие-то главные объекты в кадре в точке конфликта найти точки конфликта совсем просто во многих фотоаппаратах они есть в виде сетки надо разделить изображение условно на три части равные по горизонтали по вертикали пересечения вот я грубо говоря нарисую я никому америку не открою это известные вещи я даже не сильно старался но она должна быть примерно бору вот эти точки это точки конфликта их называющих точками золотого сечения хотя как бы здесь есть нюансы потому что само правило золотого сечения она выводится по формуле чисел фабоначи там немножко более сложная форму но художники и фотографы за ними они пользуются упрощенной такой схемой который называется правило плетей вот эти ключевые смысловые точки они играли далеко не последнюю роль а вот это я очень известно еще один нюанс фотографов часто обвиняясь совсем схоластики начинающим как бы можно более таким более серьезные когда старается этого избегать что избегать они стараются совсем точно вот эту математическую точку подавать то есть допускается конечно область область какая-то область вокруг этой точки приблизительно где мы можем свободно ставить объект есть еще здесь еще несколько будет другое мы об этом тоже поговорим но я на самом деле хотел бы показать больше на примере живопись вот эта классическая вещь это работа александра иванова явление христа народу она огромная там 7 с половиной метров в длину занимает петяковской галереи целый зал рисовал течение 20 лет виталия привез в россию как он ее придется плохо понимаю вот сменилась эпоха умер император работа оказалась в общем-то не удел автор умер последний следующий как бы император как бы уже выкупила ее у семьи чтобы как-то им не дать тут есть еще чуть-чуть важный момент здесь нарисован классический совершенно способ как движется взгляд зрителя по картине тоже не думаю немногих я удивлю когда вот нарисую вот такую вот схему это известно можете закрыть глаза на любую картинку посмотреть и вы поймете что вот та . ее условно даже называют первой . она является в общем-то самой мощной но сама по себе . она ни о чем еще не говорит . это только пол дела еще должны быть направляющие взгляды ветки домов какие-то линия горизонта там стволы оружия конце концов оно должно быть что-то такое которое к этому объекту который находится в одной из этих точек приведет наш взгляд это вот картина самое в этом отношении классическое здесь как раз привода доставления так она прописана фигурки христа она стоит в математической точностью . золотого сечения еще интересно тоже фотография переняла это когда речь идет о пейзажной фотографии или даже вот фоторепортажи где он присутствует пейзаж и всегда еще имеет место линия горизонта линия горизонта она олицетворяясь собой то что такая задача автору было подчеркнуть что нужно было автору подчеркнуть в большей степени если не горизонта проходит по верхней точке по верхней линии конфликта значит автору задача была показать все то что происходит на земле если по нижней на них или тут не обязательно земля небо здесь очень много 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 контрастов белая черная большое мелкое дерево какой-то сложной геометрии веток каменная когда постройка и здесь очень много моментов причин для конфликта конфликт изображений это всегда нечто противопоставленное по форме по фактуре по природе по своей природе опять возвращаясь поэтому линия горизонта когда проходит посредине значит автору было нужно показать в равной степени что сверху что снизу и он имеет на это право ну действительно если тут а другом одна пустота то такая как бы такая композиция она не оправдана то есть мы не можем как бы говорить что я так вижу но я должен еще в изображении доказать какими-то нюансами какими-то предметами кадр я должен доказать еще то что я вижу и вот вы теперь как зритель тоже должны это можете это видеть но если так что можно закончить как бы живопись и перейти к фотографию так вот если все таки мы разделим изображение пополам если мы разделим изображение пополам мы получим линии покоя это все легко точки пересечения линии покоя или не конфликта это точки покоя центральная . 9 самое что самое интересное у нас фотоаппарате центральная . 9 она сама очистительная она очистительная неконтрастным линиям что это значит если у вас есть там 7 9 сколько угодно может точек фокусировки если вы поставите какую-то не центральную периферийную точку например вот на вот такое вот большая вероятность того что фотоаппарат промажет даже вот мой первый камен 1d smart 3 промажет у меня на 18 точек и они все равно промажут ну может и попасть но гарантии нет самая очистительная . ко всем перекрестным линиям перекрестным это центральная так вот что касается как правило композиции центральная . сама по себе большому сожалению не использовать теперь представьте себе мы же как мы снимаем в основном мы же смотрим на центр нам же нужно не пропустить сюжет нам же нужно как бы хотя бы чтоб что-то осталось какая-то картинка да безусловно мы можем потом перекатрировать это все и постобработать у нас есть как бы технические возможности но посмотрели обратить внимание сколько мы видим таких картинок когда уже снятый человек центральная . на лоб куча куча воздуха вот здесь все обрезано у него нет он не стоит он у него нет ни фундамента ничего и спрашивается зачем это все вокруг тут и тут конечно надо в этом думать и опять-таки если посмотреть видоискателю многих фотоаппарата вот эта сетка она даже нарисована и мало того первые четыре точки они даже попадают на те периферийные точки некоторые фокусировки которые у нас есть камерах если добавить еще точки фокусировки они проходят вот здесь это портретные для горизонтального и вертикального портрета вот фактически вот эти точки это редко бывает а вот эти точки они как раз в основном в основном есть я хочу показать еще одну картинку например вот это еще интересно боярни морозова тут есть еще одно интересное правило которые на сегодняшний вообще умерла его забыли когда-то его соблюдали что любое движение в кадре слева направо она сначала вхождение завоевание утверждение самоутверждение она входит в кадр изображение который уходит справа налево как здесь это было регрессия покидание оставление проигрыш время эпоха сменилось ушло сейчас как бы к этому уже настолько как бы нет но были такие известные случаи когда во время войны второй мировой были проблемы у фотографов которые не стоит . снимали например марш войск когда они по сюжету даже не заходили выходи но потом это стало не так строго здесь тоже не так прозрачно если взять как бы математически тоже здорового около 6 метров 580 вторая . она приходится не на руку с которой кстати суриков начинал рисовать а и не на лицо она приходится как раз посреди на эту область ну по сюжету здесь эпоха петра первого старообрядцы как бы их эпоха ушла вот очень важно еще детали то что я говорил что линии кадре они должны в изображении в картине в кадре одинаково они должны приводить они нас должны сюда приводить линии оглоблей даже линии вот эти крыши дымов она все должно она все работает самым сложным из такого является вот это небольшая картинка неравный брак у нее она сложная в том что здесь очень много всего сразу как бы намешано и ну могу сказать что когда он автор ее когда появилась то в обществе ну чтобы искать раскол но в общем то проблемы были даже два генерала были намерены и о чем здесь уже такой довольно немолодой жених и юная невеста мы не можем осуждать жениха он ордена носит у него в девятой точке не дать самом центре это человек который он заслуженный в обществе он посмотрите даже не поворачивать на нее взгляд здесь очень много деталей которые например свеча центральная линия проходит она примерно как раз у осанки жениха свеча здесь свеча здесь посмотрите он находится в линии покоя он находится вообще в линии покоя например свеча его проходит по линии покоя приблизительно свеча рука со свечой невесты в линии конфликта вообще первая точка таковая самая основная тоже есть она приходится мне даже не совсем как бы на голову она приходится на венок 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 ну как символ как венец как смирение перед своими участью здесь кстати еще живописи довольно сложно а фотографии сейчас это все пестрит понятие такое грамотовский свет вещь то что на сегодняшний день как бы как она используется применить на фотографии она используется не совсем опять-таки корректно дело в том что рембрандт рисовал свои произведения свои картины таким образом что весь свет все освещение сцены изображений было где-то сбоку откуда-то приходил и в зависимости от этого были размещены все герои на полотне сегодня как бы применительных фотографий рембрандтовский свет получил такое название применительно к портрету человек когда одна часть лица более освещена вторая уходит либо в тень глубокую либо в полутень в общем то не совсем правильно потому что портрет у рембрандтовский свет не применим если мы возьмем посмотрим где-нибудь портреты вообще основные рембрандтовские портреты они устроены таким образом что либо шляпами либо какой-то тенью большая часть лица особенно глаза увиденных тень для чего это сделано это задача как бы создать вернее убрать открытость портрет убрать ведь чем глубже тень тем может сказать что можно можно сказать что глубже загадка загадка как бы сложность я вообще всегда говорил раньше что вот мы традиционно знаю чем рисует поток каверзный вопрос на засыпку цветами да все знают что только рисую свет а я всегда говорю что на самом деле фотограф не светом рисует рисуете по большому потому что чем ближе источник света как оптическая сия веке то есть маленькая встроенная вспышечка на фотоаппарате тем более бестеневым получается изображение на сленге фотограф называется блин и это как раз возвращаясь самому началу о каком объеме вообще изображение о какой глубине вовнутрь кадра может идти речь тогда если мы открываем эту вспышечку то фактически вся картинка объем или убивается сразу если источник света максимально уводится от оптической оси объектива возникает максимально глубокие кейки и за счет этого мы видим объем и выразительность картин но есть конечно нюанс основные нюансы заключаются в том что как нам нужно снять портрет того же мы можем начать осветить вспышкой блок мы можем эту вспышку где-то привести рядом мы можем вознять у окна это будет очень красивый объемный портрет мы можем источник света увести где-то за пределы того что глаза ушли ушли в тень тогда портрет как бы стали таким загадочным портрет станет не совсем доступным он хорош например когда действительно такая задача создать какую-то загадку какую-то чтобы зритель сам додумал образ человека который изображен но опять если источник света где-то в кадре и даже например отражается в глазах человек кстати можете на некоторых форумах почитать что это недопустимо а это как раз неправильно это очень даже допустимо чтобы фонарь что угодно чтобы отражался глаза потому что вот эта точечка фонаря она дает как раз ощущение огонька она дает искр она дает как бы присутствие живое другое дело что вот если мы этот источник света куда-то например по естеству естественная картинка воспринимается таким образом что из солнца как главный источник света у нас сверху и тени особенно от носа это беда они падают куда-то или вниз или по диагонали или сторону вниз если источник света снизу тени ползут вверх есть как бы много неприятных моментов но глаза становятся очень выразительными глаза получается они такие полны не и том и очень красивый поэтому например портреты в храме со свечой абсолютно репортерские портреты сделаны там только другая проблема там баланса белого потому что свеча самый слабый источник дает всю эту красноту которые никакими силами синими фильтрами потом не исправишь это другой вот но тени ползущий вверх они могут создать все равно в любом случае неприятное ощущение неприятно почему она неприятно только по одной причине что зрителю это воспринимать неестественно мы в природе этого нет ну как бы ну не там в мультике там право илью муромца там она когда зеленая оттуда идет освещение но конечно хорошо смотрится особенно на фоне когда зловещие тени увеличенные геометрические прогрессии они смотрятся хорошо все так теку и советскую школу особенно фотографии что я сегодня кстати по поводу вчера у нас было место разных много было вчера журналистов я сегодня уже на одном сайте по поводу вчерашних комментариях прочитал что вот американцы молодцы они разрушили нашу советскую кондовую школу фотографии они вот это принесли искрометность на самом деле какой-то был мой комментарий мы совершенно не так сказал я к тому говорю что вот в этой совет садов сады паской кондовой школе когда у нас в одном изображении присутствует все и точки покоя и точки конфликта и линии покоя и линии конфликта такое изображение как бы тогда считалось максимально интересным максимально продуманным но вы принципе логично будет если вы спросите за какое оно все имеет отношение репортерской фотографии когда у нас нету вообще возможности нет желания у нас задача передать сюжет чтобы он не ушел что это все как бы это хорошо когда у нас есть мы уходим куда-нибудь с фотоаппаратом там для своего удовольствия можем поснимать вот поэтому я немножко покажу вам немножечко покажу и картина я даже попробую дать комментарий как вы думаете размещая вот так объекты в кадре вот так размещая смещая акцент они же мы же могли бы по идее за все ответить так чисто гипотетически любая картинка если ее можно втиснуть в квадрат это вы считаете вообще больше пилотажа еще не каждая далеко картинка попадет может может жить остаться жить остаться не убитых в квадрате а вот видите тем не менее то есть о чем это на самом деле вот если а даже уже немножко из того что я сегодня сказал вообще вот я говорил про линию горизонта которая смотря зависимости от того где она проходит это вообще целая философия фотографии это целая философия потому что она пришла кстати нам к нам тоже из живописи конфликт конфликт между небом и землей между светлым и обычным между вечным и приходящим это конфликт всегда интересен он будоражит умы фотографа в том числе то относительно того что я говорил раньше что если линия горизонта проходит у нас по линии по нижней линии конфликта значит автору было интересно показать то что на нем так вот следуя из этой логике и тут это очевидно эта картинка не права так на картинка про то понимать про то если вот уже абстрагироваться то есть вообще вот так вот еще раз переключиться и посмотреть на ним картинка действительно про то про вот это небо которое казалось бы не интересно но пустое на серы нам ничего нет она не информативно и вот этот дым который находится в общем-то очень правильном месте а все то что вот здесь уже происходит на земле точно не про поезд потому что у поезда нет перспективы нет геометрии поиск и пороны по прямой крыша вагона с этой картинке вообще пошло понятие репортерской фотографии репортаж это как я в лесу линии конфликта стоит пара она очень хорошо стоит здесь она подвинута дело в том что очень хорошо когда в изображении есть нечто что ограничивает наш взгляд что не дает ему мы если мы хотим сконцентрировать внимание здесь вот здесь и сейчас то дни что что такое дерево стена какое-то пространство которое нас не даст его убежать посмотрите можно проанализировать уже как бы с этой колокольни тут же еще немножко такая красивая игра получается пара уже там типа но все они там целуются счастливые спокойно и зрителя она не покоя она никак не покоя а вот молодой человек он как раз почти в центре и при этом он в прыжке он еще при этом воздух но он находится вместе покоя он не конфликт понимаете это за игра это же тонкая игра почему вот гениальные фотографа они гениальны потому что они вот такими вот простыми знаками они нам дают как бы например стена вообще не присутствует хотя она конечно правильную ролика он же мог все перекатировать иначе он же мог вообще дать два конфликта поставить их вот эти по линиям конфликта по вертикально например примерно вот так и все и вот как вы человек который еще бежит своему счастье лучше который обрел свою часть было бы нам понять но он звали сделал он сделал это чуть по-другому смерть республиканцев роберт кап очень известная фотография это конечно к вопросу военных событий насколько мы можем вообще находиться близко этот снимок сделан за кого он его не видел делал он просто выкинула так вытащил аппараты класс да и это конечно фотография она стала в общем-то одним из основных самых ярких символов второй мировой войны и действительно многие вещи были бы невозможны конечно чем если бы не работа фото корреспондентов кстати есть такие степи погибшие погибших их огромное количество на самом деле репортеров со всех стороны войны а вот например вот это что же известный кадр это высадка нормальный только наверно мало кто знает почему они такие мерзкие сейчас пересушили да 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 вот теперь представьте себе состояние роберта кап который значит переслал пленки в редакцию какой-то идиот пересушил их шкафу и фактически все пленки были загублены было спасено только буквально несколько здесь есть другой момент что как документальное свидетельство как документ вот это то о чем я еще не говорил и хочу пару слов сказать есть понятие фотографии как документ мы тьём 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 историю а мы не обязательно эта история должна быть общегосударственное значение это может история какой-то одной маленькой небольшой ситуации мне понравилось вчера вот тоже одна из наших девушек учательниц проекта она рассказывала что после проекта она создала небольшую фотоисторию о семье которая живет где-то в ужасном доме показала фотографии эти фотографии разошлись были и привели к тому что как вы семье помогали и проект получил как продолжение то есть история маленького человечка она может стать историками состоянием всех поэтому в этом отношении у нас есть конечно всего любое оружие и опять-таки качество картинки не принципиально я хочу сказать что конечно вы знаете масса таких примеров когда престижные награды на конкурса могут получать фотографии сделанные мыльницы только никто не знает по этим критериями разбирают вот это тоже роберт каппа но это уже другие его снимки вот еще пару слов это кстати я могу ошибиться но по-моему это пикассо задели зонтик я был до последнего уверен а сегодня уже думаю а может поэтому по-моему все таки пикассо а еще очень важный момент очень важную деталь я не знаю я найду фотографию сразу вам показать а хотя нет не совсем есть еще не такой был не совсем плана играет очень важную роль в фото документалистики в репортерской фотографии играет . а вообще наезде играет большую роль вообще то есть если взять молодежный телеканал которому надо так немножечко покривляться они снимают широким углом с верхней точки у нас получается вот такие рожи и голова сказать сказать что плохо нельзя это культуры если мы снимаем например самые дорогие студии нью-йорка если мы снимаем длинноногих модели мы снимаем на 200 миллиметров с нижней точки тогда не только стройной ноги становится еще длиннее это тоже известно как выбрать точку съемки в репортаже репортаже это довольно как бы сложно на была такая была тоже такая же очень известная фотография тоже были беженцы женщина шла девочка маленькая она была снята с точно такого же ракурса она наверно где-то у меня тут есть но я так или не хочу на этот фильм фотограф точно так же снимал с уровня глаз этой девочки как бы это она шагала а наша голова новую жизнь вот эти вот вы наверное часто видели вот когда вы даже снимаете собственных там детей где там детей своих друзей нам всегда лень правильно снять ребенка мы снимаем вот так а в итоге на картинке что получается смотрит туда мы опять-таки это какой месседж мы даем зрителям мы даем месседж такой что мы на него смотрим с высока как не крути ладно на ребенка собачки охотики которые всех пусть такие милые мордочки наши вместе сняты например девайсами там телефонами в телефоне за бедом широкий угол это вот значит вот такая вот и маленький на киеве александ тоже интересно у меня просто вот пару дней назад я проводил один урок у меня девочка как бы я показывал чего не надо делать студии она снимала вот так широким углом с трех разных точек она сама по себе уже вроде уже уроки теперь посмотрите вот она поднялась на лестнику на одну ступень и на вторую ступень угол съемки не менялся она все равно все уроды все равно эти все три фотографии неправильные с точки зрения это нельзя а то когда уже хотя бы возьми покрути чуть-чуть вот она потом уже сделала более-менее вот такой портрет это девочка первый раз была студии фотографии и даже уже потом когда она вошла вкус она сделала еще два вот таких портрет вот такой вот такой вот но я хочу вернуться к этому портрету первым самому первым вот на фоне всех тех остальных посмотрите ведь она не настолько у нее вот эта часть лица квадратная она не настолько она здесь просто недопустимая картинка и то же самое мы делаем на улице мы тоже самое мы можем подойти к любому человеку и с помощью вот этой нашего любимого девайса мы можем просто испортить мы можем его сделать таким который не просто он когда человек утром становится встает и смотрит зеркало то он может даже выглядит лучше чем на некоторых наших картин поэтому про угол съемки угол съемки играет тоже огромную огромную особенно тут даже такие есть нюансы которые вы даже никогда не задумывались например даже угол наклона самого аппарата если угол наклона на широком угле на широкую широкоугольной зоне он может привести к чему что часть лица уходит границы кадра верхний там боковой и и и все изображение кипертрофировано и вдруг вылазят какие-то вот такие вещи как вот здесь это немножко того скажем так она неприятно с точки зрения картин мне очень нравится вот этот фотограф этот дальний совсем восток фанков гонконг он родился основное творчество попадает где-то на середине прошлого века с того и в десятые годы вот эти вещи у него здесь они про тоже очень хорошо соблюдены я даже вот там где вот уже комментариев даже не нужно я даже и оставлю из комментариев восток восточная картинка они вот эти вот все вот соотношения вот от соотношения в кадре они это чувствуют как никто у них это вот философия репортерская картинка но посмотреть какая она художественная а уже как бы вот про этот про море это картинка или про него вот вот уже тут начинают уже интересно вот в чем именно конфликт что это что-то большое и ровное и размеренное и человек маленький совершенно здесь он задавлен этот человек но можно было бы ну просто обрезала неудобно показать обрез пополам но это уже будет нет не будет той экспрессии не будет той динамики не будет вот того вот давящего давящего этой жизни казалось бы а солнечные окна день солнечный много света фотография дышит фан хо погуглите вам понравится сейчас уже много таких стилизаций есть уже в сетях фан хо все причем здесь вообще это был здесь преграда которая уходит из кадра это не входит в кадр из и уходит из кадра просто жуткая преграда это советская фотография броненосец построенный там какими-то рабочими завода отправлены на фронт правила те же правила для всех правила одни может и так выдающийся конечно как у роберта капа это кстати донецк контратака советских войск они заезжают они не выезжают как все построено а это было на фронте то есть я видите то что я могу до этого всего рассказывал она может казаться какое оно имеет отношение все фото журналист да никакого да это все вот живопись и другое чуть-чуть вот пожалуйста вообще на бы традиционно как бы стремный кадр для советского репортера потому что соборы которые ставились по центру это как раз было наоборот это было такая утверждение это было неколебимое незыблемое это откуда пошло вообще это пошло еще например вот таких вещей владимирская икона полка как бы как бы иконы как бы полка милосердно и наблюдающие за наверно как приходится строго точку покоя . покоя причем она на дне на дне она как бы над землей это кстати раз уж я за это заговорил проект заговорил андрей рублёк девятый век троица вот на вот эти три части которые вот конфликтные она как-то не делится там не делится неровно она сама по себе работа тоже небольшая на трех деревяшках я не уже и повело что сказать трудно она как бы склеена из трех деревяшек но не делится головы ангелов как-то они не совсем так они гармонируют друг с другом скажем так по расположению а икона же я уже не говорю про то что для иконы действует вообще законно обратной перспективы это когда то есть ну как бы что такое традиционно считается иконы окно в другой мир это как бы все знают но только мало кто знает что это окно не не от нас другой мир а из другого мира в наш поэтому вся перспектива посмотрите на ноги на подиум на котором они сидят она обратно как вот мы видим сходящуюся перспективу туда перенесите ее наоборот оттуда через окно обратно и сходящийся перспектива к нам вот так вот на публике пишется икон дело даже не в этом но для для иконописца как-то что-то тут есть какая-то вот неудобоваренность а тут есть вот это пятая точка она на чашу это чаши икористическая это не чаша града она на земле она и користи как бы здесь чтобы не сомневались посмотрите вот сюда за моими руками вот она большая чаша вот ну ладно это мы отмеклись все это конечно сейчас я уже полпятого я полтора часа мучаю вот собственно говоря давайте можете хватить я на самом деле могу говорить долго но просто на самом а до пяти до ну хорошо давайте сделать так давайте вы немножко еще живую попробуем поговорить по вот этому всему что я говорил может что то есть это вопросы как-то вот что-то как будто непонятно как она работает вообще-то я издал книжку толстенный 500 страниц она честно говоря не вся фотография там фотографии самый маленький раздел 6 только из 6 но а так нет какого путешествия размышлений книжка переживаний и поскольку я все равно фотографии мне приходилось много книжка называется кофе проекте его величеством некоторые газеты писали что ну файл настолько себе высокого мнения что понятно в самом натолкнули на одну правильную мысль что оба основная идея человек должен беготне от суеты взять тайм-аут заглянуть в себя любимого и посмотреть в правильном лед направлении вообще движется а название книжки положила статья с одноименным тоже названием кофе брейк с одним из шейхов арабских эмиратов шейхом эмирата рассынхейм где проходила встреча украинских бизнесменов много смешных кажется вокруг каждого даже заключались в том что мне даже из этого пришлось 1 делать второй загранпаспорт и за открытый израильский мультивизор вот и чтобы потом потратить хоть как-то я потом сел за рояль и всех гостиницы хилтон и сыграл по пури выдал из еврейских песен на 20 минут просто я по образованию композитор я закончил гнезденскую академию в москве и 20 лет за роялем они как бы немножко сказали вот поэтому как бы на правах рекламы можете вот если почитать многие вещи есть блоги моим зори ком по существу по фотографии у вас запитание первое запитание когда как профессиональные фотографии допускают заваленный горизонт потому что есть некоторые фотографии где горизонт не ревняет он завален хотя считается по классу что он хвенен тут ему не хвенен а второе вопрос что таки важливее считаете это художественное ну дотримание всех художественных норм фотографий все же таки и сюжет что он не изображен что варто иногда вы выходите из этого все чтобы изобразить что-то просто на фактической возможности выбирать и кадр спасибо значит кстати два самых правильных вопрос первое по поводу горизонта правило на самом деле как таковое есть оно просто горизонт принципе может падать может но при одном условии что что-то есть кадр и такое что возвращает его назад наклоненное дерево какая-то склонившийся другую сторону человек линия какая-то движение поезд автомобиль крыши что угодно но что-то что вот этот вот заваленный горизонт выравнивает в обратном направлении это называется голландский угол то есть по голландскому углу можно найти массу вот что касается второго да вот все то что я говорю можете забыть и перечеркнуть это я говорю для того чтобы выработать у нас интуитивную как вот кухню нашу как бы наше чувство чувство прекрасно в конце концов чувство формы я всегда люблю цитировать сагадора дали но я не люблю но я не помню там смысл то что если вы игнорируете форму цвет законы композиции то я скорее всего вас назовут там бездарью или невежеством чем каким-то особенным талант вот но современными в современной фотографии том числе многие вещи как бы нивелируются может требуется и подошли не об этом моя задача сегодняшняя задача она не давать оценки я не даю оценки не морально-этические и художественные я хочу просто вас хотел познакомить с какими-то простыми несложными вещами которые может быть как бы не все знают или не все задумываются если вы не хотите их соблюдать то можно и соблюдать но просто смотрите вы видите человека какого-то вы хотите его снять если в этот момент у вас в голове промелькнешь а там еще есть какой-то где-то второй план и вы сумеете тут же тут же быстренько уместить их в один кадр в один сюжет и может оказаться интересным а может и нет а может и не нужно это все то есть сказать что делаете вот только так все остальное не делать это неправильно это пожелание я просто чему запитал стосовно цих линей покоя ну вот вы говорили есть фотографии но все про нее знают когда закинчилась дроссито война моряк расширили девчим на танцпе они находятся в самой линей покоя а ты никогда понимаете дело в том что вот эти все линии вот эти точки вот эти направляющие это не теоретики придумали их как бы позже уже гораздо психологи вывели из того проанализировав как бы что ли опыт человеческий проанализировав как происходит вот это оценка изображения там целые как бы и критики работали и простые зрители то есть да не будешь думать там сам по себе сюжет замечать и ждут осознации карты там покоют доля секунды этого покоя а вокруг нет вокруг там все бурли ничего одно другого не включает то есть если бы например была задача перекодировать эту картинку с точки зрения каких-то вот таких норм перекадрировать не перекадрировать там все же сюжет от этого не потерял вот когда смотрите и другие фотографии чужие любители профессионалы вы всегда анализируетесь так тень хорошо завален называем комплексные какие-то на основные вещи знаете честно скажу против чего я всегда очень резко выступаю очень резко против понятия нравится не нравится может это неправильно когда я прочитаю социальных сетях что мы там в конце концов от рафаэль он не нравится не нравится выход кола дологать решить а мне не нравится вот никакая картинка рафаэль понимаете то я придерживаюсь других я старой школы во первых я всегда цитирую максима горького который говорил что мы должны долго и упорно учиться чтобы получить право осторожно совет осторожно совет второе я всегда думаю кто я такой чтобы я оценивал какие-то вот работы там делали то что там известный неизвестный чтобы я выносил востока как бы строгую как бы конкретную оценку и в третьих прямо отвечая на вопрос тут сидит моя жена и она не даст собрать я например не могу никакую музыку вообще слушать я не могу когда фоном звучит музыка сожалению как профессионального композитора меня настолько вымусствовали что я сразу пишу цифровку я сразу меня сразу задача гармонии я сразу слышу что вот эта вот группа значит не туда пошла что здесь как бы немножко не вот здесь еще не хватало два такта же период закончить поэтому у меня например фоновая музыка где-нибудь в машине или там просто заработать там за компьютером у меня это все это меня дало включается в анализ того как это было сделано я к чему призываю что профессионал в своем деле он должен знать скелет должен знать кухню другое дело с какой степени он становится с холостом и он ее как бы вот все делать правильно по правилам вот все точки все выдерживают направляющие картинка мертвая или он это все придет и делает картинку живу этого глубоко индивидуально но все-таки нравится не нравится на плевал на все правила когда есть сюжет фотографии но нет правил нравится снимать есть такой нюанс что фотографии может быть сюжет но она может быть неправильно поджима ну как бы ну что я не до соли на то есть иногда на привод есть очень известный московский фотограф я его очень уважаю люблю и дружу с ним много лет георгий розов розов . это мэтр я еще не родился он уже он всегда мне пишутся все твои картинки они не контрастны пришли мне оригинал я тебе сделал они не контрастны а по мне когда он сделает она красивая но она настолько вот прям пережаренная я люблю пастельная но это мое личное мнение я же могу и имею право на своих картинках делать так как я хочу хотя но и расходится с мнением я скажу так что я заставляю заставляю студентов мыслить мы например весь оснятый материал который они приносит мы его анализируем и мы с точки зрения раскритиковать это конечно каждую раку критерии к критерии много сложное дело в том что есть сюжет человек идет на пресс-конференцию у него задача у нас в чем на самом деле сложное время то что юля затеяли начала этот вопрос у нас же нет фактически издания сейчас так и фотограф у нас журналисты отправляет на интервью дают ему зубы мыльницу и говорят что тебе стоит что тебе стоит классный и что классный человек элементарный печенье за это подойдет на 22 миллиметра с ними директора завода и он не помещается никуда это не только здесь проблема нью-йорк-тайм же что же это пошло как раз оттуда потому что экономическая составляющая конечно и что 10 лет назад считали что не нужны журналисты все займется блогерами сейчас это поменялось то же самое просто произойдет перевернется нам надо пережить да кстати правда это уже лет наверное больше десяти уже эта тенденция она еще в конце 90-х появилась просто спросите у меня такой вопрос вы говорили о том что вы не приемлете мне не нравится мне нравится мне нравится как быть современному фотографу когда он между двух частей правильной академической фотографии сюжета и рынком который говорит что какие правила фотография скучно на мертвая и узнаешь там по золотим сечением я хочу вот так и вот так вот так то есть есть предложение с рынка есть внутреннее какое-то там классическое образование понимание как должна выглядеть фотографии вот фотограф как ремесленник художник как вот здесь ему быть в этом случае я не об этом говорил совершенно не об этом я говорил о том что когда человек выносит оценку нравится не нравится он основывается исключительно свое на свой сиюминутный эмоциональный как бы вот она не анализ а просто вот импрессию впечатления а если человек остановится задумается и проанализирует какие причины были у автора пойдет в шкуру автора какие причины были у автора поступить так или иначе то есть разместить объекты именно здесь кадр или так дать такой-то контраст такой-то цвет такую-то теплую гамму вести или холодную и если он попытается оправдать автора и тогда уже как бы сумеет вынести оценку почему бы и нет она никак не идет разрез конъюнктурой рынка это не проблема это не является проблемой это не значит что например какой-то например там вот мне на принесет нравится то что происходит там современном там фотографии телевидения но я же понимаю почему оно произошло я это оправдываю я поэтому нравится не нравится оставляю при себе но я должен это сумеет проанализировать этот судить понять что именно мне нравится и потому что у классическая там какая-то какое-то там видение этой картины а потому что есть факторы которые я бы сделал бы ну может быть я бы сделал бы лучше но автор сделал так он имеет на это право правильно ли я проинтерпретировал ваши слова то есть современному фотографу нужно иметь какой-то внутренний стержень на котором будет опираться исходя из своего ощущения но стараться также удовлетворить заказчика его потребности заказчика к чему человек пришел например вот я не хочу классический портрет сделайте мне что-то вот такое что нарушает вот эти вот правила то есть внутреннее понимание что я понимаю что я делаю я осознаю и я делаю это только потому что если мы опять говорим о разном дело в том что конъюнктурная фотография это конъюнктурно когда человек платит деньги он имеет право тебя берет и ты на это смиренно и все и делает нравится тебе это не нравится но это как бы речь идет о том что ты уже как как автор как человек который хочет сказать свое слово посредством вот этого изображения как ты здесь поступишь вот об этом вот это немножко разное конъюнктурно это никто и вообще боже упаси чтобы я когда-нибудь например свадьбу снял и поставил невесту на 20 миллиметров края некоторые делаю потом не место приходит вы ничего что это такое а фотографии говорить вы ничего не понимаете это раскрыто на полет это посмотреть какое у меня тут лицо то есть такого нет боже упаси скажите пожалуйста снимаете ли вы кроме цифры на пленку или смартфон если у вас какая-то там скажем иерархия там разница если честно сказать я считаю что цифра в нашем доступном понимании она уже как бы очень совершенна очень совершенна я я снимал я много я всегда снимал первый фотоаппарат это мне подарил отец не 13 лет фэд 2 он у меня в коробочке с паспортом лежит я его обожаю иногда как бы даже иногда так для души достаю но по большому счету я считаю что сегодня цифра как бы она ну это мое мнение она перечеркнула но цифра цифре война я себе например для работы купил дорогой аппарат давно еще только появился и опять-таки вопрос не в том что это было никакой там какой-то там ханжества или там все или какая у меня камера а просто мне нужен был инструмент который очень тонко сумеет передавать вот очень тонко ну например портретные викили есть 1.8 есть 1.2 честно скажу вот я когда меня спрашивать не тратить на 1.2 потому что я потратился в принципе многие вещи ну уж настолько можно принципе и сэкономить эти деньги прямо вот это не кусок хлеба насущно но если возможности есть то почему бы не создать не взять не не сделать не использовать тот инструмент который тебе еще удовольствие приносит в тонкие каких-то вещах а вот учиться начинается когда человек начинает учиться но мне кажется что например грамотнее начинать учиться с пленки потому что ты начинаешь ценить кадр потому что там переходить на цифру но вот пленка как-то она позволяет это зима вот кстати вот юля очень правильно кто вам мешает не доставать фотоаппарат до тех пор пока вы не точно не знаете что вы хотите снять никто не мешает не надо прям подряд все снимать в скорострельном режиме хотя соблазь большой я кстати по этому поводу играться какими-то старыми объективами хотя я понимаю что у них разрешающая способность и плата количество линии на дюйм очень низкая например тот же индустар 61 все равно ты крутишь даже с моим плохим зрением все равно другое есть какая-то вот действительно вот так игра еще с технической составляющей она приносит действительно свое свое своеобразное удовольствие да ну конечно никто не отрицает спасибо или например вот эти наклонные объективы есть такой мастер питере вячеслав сити вон делает монолы монолы скажется ру да он не сделал короче он не сделал хитрый объектив из лэнсбэбе он выкинул всю начинку и сделал с зенитовской начинкой с гелиус а я его еще одеваю на инфракрасный фотоаппарат да но это если интересно это можете поискать у меня на все летит да картинка вот я тоже я что касается постобработки я когда жил работал в москве 12 лет я больше семидесяти книг оформил как художник еще может надо было зарабатывать то есть фотошопом я еще люблю первые самые фотошопы звезды 2-3 года вопрос не в этом я умею но я настолько хочу всегда вот чтобы картинка была аутентичная первозданная чтобы если у меня не например студию работал один фотограф он но приду с вами пойдет снимать он поставить зеленую зону он 20 20 20 20 все подряд потом сидит месяцами пытается что-то спасти спасает что-то спасает но тем не менее я всегда ребята включить мозги и сделать правильную картинку прямо во время съемки ну сложнее чуть-чуть это во-первых это интереснее во-вторых у тебя взгляд включается ты работаешь ты сразу оцениваешь и игрушка там перед цветокоррекцию там контрастность прыщики убрать никто это не включает ну основную часть основную составляющую картинки надо делать во время съемки вот только тогда потом все остальное это тоже не фотограф потому что я когда сажусь я включаю компьютер у меня нет тех эмоций того почему я достал вообще-то там достал камеру зачем этот кадр сделал я вот это иногда например я себе запрещаю любые съемки там снимаю ли я там министром или я снимаю свадьбу я запрещаю себе смотреть съемку день с вами принципиально потому что я прихожу если нет бывает что нужно ваша наша сразу отправить боже мой я я честно что я снимал я же видел это все я же видел это все по-другому а знаете почему это же говорил вначале дело том что эта машина фотоаппарат это машина она нет волшебной кнопки шедевр нет вот я вам такой интересный пример я еще учился несколько курсов параллельно на погрузите звукорежиссуру у нас петр кирилл кондрашен это сын дирижера кирилла кондрашена уникальная семья про нее как-то этот ой боже один из моих любимых авторов короче он про кирилл кондрашена когда он конце своей жизни полюбил молодую голланд и провел счастливые годы значите похоронен где-то под амстердам на что его первая жена сказала да влато написал на что его первая жена сказала ну вот придурок был бы умнее лежал бы на людей еще у нас стоит задача записать симфонический оркестр все представляют симфонический оркестр есть один интересный момент когда зритель сидит в зале и он видит перед собой симфонический оркестр у него включается еще еще один орган восприятия зрительный глаза если например где-то соло скрипочки и это скрипач а вот этот момент маску сильно смычком то как ни странно человек так психологически так устроена психология что мы можем как бы ощущение что мы его слышим ярче мы его мы его видим и мы его слышим ярче хотя никаких для этого предпосылок нет ну работает комплекс органов чувств комплекс и теперь представь себе нюанс вы сидите перед стерео записанным шикарно записанным этим же концертом но без визуального ряда без картинки вы сидите дома у вас диван стоит в правильном месте у вас хорошая дорогая вы качественно слышите симфонический оркестр вы не видите скрипача и тут есть нюанс мы не можем мы потеряемся мы уходим в музыку да но вот эти уже нюансы вот и вот это чему я договорю он нас этому учил чтобы понимать есть композитор он написал со сли есть дирижер который остальных заставил как бы немножечко помогут ну не помолчать а приглушить но есть еще и звукорежиссер мы садились перед 60 канальными пультами с партитурой который написал композитор где мы должны были уметь читать все ключи и все партии если написано соло скрипки мы брали тот микрофон и ту ручку и мы выдвигаем вперед потому что микрофону все равно он слышит перед листами нот на пипитре он слышит шарканье стулья он слышит переговори и время там контрабасистов которых в этот момент пауза понимаете микрофону все равно вот это вот прекрасная иллюстрация фотоаппарат точно также фотоаппарат все равно он не понимает где сконцентрировать внимание никакой автофокус не заменит понять как работать на контрастный объект а если у нас контрастный является неважным они контрастно является важным какой алгоритм поможет автофокусу дать понять и дать и на готовой картинке что вот здесь вам что-то никакого человек только человек я всегда почему вот я чему все это веду я призываю быть личности быть самим собой до базу никуда из нее как бы не попрешь искрометность должна быть впечатлительность должна быть но личность того кто нажимает на кнопку она играет роль она играет огромную роль ну я например такую еще это может байк вам расскажу как бы из такого из практики допустим с высокопоставленными людьми почему и вот высокопоставленные люди они должны быть уверены в том что какой-то неудачный вот так стоит девочкой через вот такой кадр не попадет никуда что потом не было возможности из компрометирования поэтому они приглашают фотографа который в первую очередь как бы гарантированно не вот такие кадры как бы не даст меня был такой пример ющенко резиденция маленький тарасик полтора два полез под стол катерина михайловна значит полезла за ним подруги катерина михайловны и фотографу ты стоишь ты что смотри 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 срочно снимай давай давай или не знаете извините я это снимать мне не интересно такое но это имеет отношение к тому событию ради которого меня пригласил она вылезает достала ребенка вылезает по столам и слушаешь что за фотограф там такие специфические были пары же с фотограф мы ему говорим снимать он споричается вот видите вот он друг а вам зачем нужны были с ними счастью к сожалению такое повсеместно поэтому я например у меня это очень строгая кредо я его придерживаясь годами что ты должен быть человек научишь спасибо если кому будет интересно в социальных как мне можно найти